Вот эта чернильница, по легенде, была подарена самим Сталином своему приемному сыну. И пройдя военное лихолетие, и послевоенное время, со временем она попала в наш музей. Подобным экспонатом может похвалиться далеко не каждый музей Беларуси. Это заховывается в фондах областного музея военной славы. В ближайшие дни яху выставить на третьем национальном форуме музея Беларуси, який пройдет с 30-го вересня по другую кастричнику в Могилеве. А кроме чернилицы, наим представить и иншие речи Артема Сергеева, приемного сына Иосифа Сталина. У сего конкурсная экспозиция каля 30-ти предметов. А кроме того, музей позмагается за перемогу номинации «Лепший культурно-адукационный проект». На суд журы представить проект «Великое айчинное» николи не забудем. В рамках этого проекта у нас проводятся различные мероприятия, включая массовые мероприятия. Это и наши музейные программы «Юный патриот», «Зарничка», ряд других мероприятий общего плана. Эта программа рассчитана на различные возрастные категории. Это и школьники, это и студенты. Так само у некольких номинациях на форуме выступит музей Гомельского палацево-паркового ансамбля. И у Першини у этой установы не будет выставлять соправданные артефакты и экспонаты. Вы знаете, мы решили отойти от таких вот, ну, очень жестких канонов, чисто музейных. То есть на предыдущих двух форумах мы активно использовали подлинные музейные предметы. Мы тащили их в Гродно, выставляли здесь, в Гомеле, чтобы было уже немножко легче. В этот раз мы решили ограничиться, наверное, такими вещами, которые создают атмосферу музейную, но сами по себе не являются музейными предметами. Мебли, элементы интерьера и многое иншее культурная установа вырошила продемонстровать, у какой просторы и обстановцы редкие экспонаты поустают перед глядачом. Дорогие, такое незвычайное решение было принято не выпадково. В этом году девиз форуму хочет так, руйнуючи стереотипы, переодолевающий консерватизм. К этому слогану отповедает и конкурсный проект Палацево-паркового ансамбля, под названием «Великий музей для допытливых сябров». Он запущенный приклад на два года тому, дякающий ему проводит экскурсии в абсолютно новом формате, протягивающий до истории и культуры детей навод дошкольного взрослого. Неординарно до дела в форуме подошел и Ветковский музей старообратництва и белорусских традиций имя Шклярова. Наруне со звыклыми ручниками и сорочками, створенными по старода у них нехлебских традициях, супрационники музея представить сам строит катства, повеличенный в сотни разов. Таким чином глядач сможет убачить то, что разглядеть с неузброенным боком у вышивцы и ткацтве просто немогчимо. «В один час надбалотка выставок, когда мы зрозумели, что человек, например, той же самой Кашули, он не разглядит все швы, все кровь, все вышивки, все эти дробные элементы, которые, ну, миллиметровые длительности. И для того, чтобы больше досконало и искрово показать, были сделаны вот такие повеличенные фрагменты. То бух в оригинале он будет, например, занимать полсантиметра на полсантиметра». Дарочу, в этом году нехлебская традиция ткацтва официально унесена в спис нематериальной духовной спадшины Беларуси. Подобными досягнениями на форуме поделятся и остальные установы. Для когостя ж новые досягнения и узнагороды принесе и сам форум. Однако завоевать перемоги в шматляких номинациях, по словах супрационников музея, несутность мероприемства. Куды важней гэта диалог помеж установами и профессийная оценка их працы специалистами сусветного узроуни. «Это очень важно. Это обмен опытом, это обмен тем новым, что сегодня существует в сфере музейной деятельности, в сфере музейной индустрии, можно сказать, потому что сегодня музей активно вовлекается и в рыночные отношения. И те услуги, которые они сегодня предлагают жителям города, туристам, городам, они очень важны. И то, как сегодня это делается другими учениями, важно знать и важно изучать этот опыт». Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, Телередо, компания «Гомель».